Британская разведка оценила способность России добиться прорыва на Купянском направлении. За последние две недели произошло значительное усиление российской наступательной активности на направлении Купянск-Лиман. Однако добиться прорыва вряд ли удастся, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Твиттер, как отмечается в сводке, российские обстрелы усилились, а подразделения российских 6-й и 25-й общевойсковых армий и 1-й гвардейской танковой армии провели атаки. Но с ограниченным успехом, весьма вероятно, что эта деятельность является частью продолжающегося российского наступления, ведущегося по нескольким направлениям на востоке Украины, говорится в сообщении, по данным британской разведки, задача сухопутных войск России на направлении Купянск-Лиман, вероятно, состоит в продвижении на запад к реке Оскол для создания буферной зоны вокруг Луганской области. Сухопутные войска за последние месяцы нарастили боеспособность на Купянск-Лиманском направлении. Однако украинские силы сохраняют значительное оборонительное присутствие на этом направлении, и маловероятно, что Россия сможет добиться крупного оперативного прорыва, отмечают в Минобороны Британии, российское наступление. Напомним, по данным британской разведки, Россия начала скоординированное наступление по нескольким направлениям на востоке Украины. В частности, российские войска в Донецкой области проводят общевойсковое наступление на хорошо защищенный город Авдеевку, который находится на линии фронта с 2014 года, ранее британская разведка сообщала, что Россия бросила на Восточный фронт новую 25-ю армию. Ее части ведут боевые действия на участке фронта к западу от Северодонецка и Кременной, вдоль границы между Донецкой и Луганской областей. По данным Генштаба в СУ, на Купянском направлении украинские военные за последние сутки отбили более 15 атак российской армии.